Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость получил сверхъестественное знание и силу, как повернуть вспять старение. И это не витамины, упражнения или диеты. Нет, и еще раз нет. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте, это Сидрот и Кэйти Соуза. И мы поговорим о том, чего многие из вас даже не слышали. Мы поговорим о духе смерти. Кэти, что такое дух смерти? Это то, что происходит в момент смерти? Нет, дух смерти действует в мире каждую секунду. Он влияет на человеческие тела. Он вызывает старение, он вызывает болезни и расстройства. Он уничтожает финансы, браки и отношения. И, Сид, я верю, что когда мы умираем и отправляемся на небеса, как возрожденные верующие, мы просто отправляемся в наше место славы. Но если дух смерти был рядом с нами во время смерти, это значит, что мы погибли из-за болезни или мы погибли из-за чего-то, что не было волей Божьей. Ты сражаешься с духом смерти. Да, сражаюсь. Это едва не стоило тебе жизни. Расскажи. Он пришел в мою комнату. В то время я болела. Я услышала его четкий голос, который громко произнес мое имя. Я спросила, Боже, кто это? Он сказал, это дух смерти. Он собирается убить тебя. И практически сразу же у меня началась менопауза. Мое тело начало реагировать. У меня начались приливы. Я начала прибавлять в весе. Я поправилась на 8 фунтов за неделю. Мои волосы стали сухими и ломкими. Я видела, как быстро растареет моя кожа. Она стала дряблой и морщинистой. У меня появились хронические боли. Дух смерти не остановился на моем теле. Он стал влиять на все сферы моей жизни. Он стал влиять на мой брак. 15 лет мы с мужем сражались за наш брак. Потом он стал влиять на мое служение. Он забрал у меня четырех лучших работников. Он стал влиять на моих друзей. У меня было четыре близких друга, которых он погубил. Он забрал даже жизни моих собак. Две мои собаки погибли в течение пары недель. Что дало духу смерти право прийти за тобой и за твоим имуществом? Этот вопрос возник и у меня. И Святой Дух стал отвечать мне библейскими стихами, которые были связаны друг с другом. Первое – это то, что мы нарушаем закон. Библия говорит, что если мы нарушаем законы Божьи, то смерть может атаковать нас. Посмотрите Римлянам 7.5. Там говорится, что наши грехи позволяют духу смерти постоянно действовать в нашем организме, потому что мы принесли плоды смерти. В нашем теле 78 органов. Даже наша кожа – это орган, самый большой орган нашего организма. И мы удивляемся, почему у нас появляются морщины и прочее. Почему мы стремительно стареем, потому что мы нарушаем закон? Я хочу убедиться, что все знают, что закон – это неплохо. Римляне говорили о том, насколько закон свят. Заповедь, она свята и праведна. И это нельзя запывать. Она свята. Если вы поймете, вы помолодеете. Закон прекрасен. Это праведный стандарт Бога. Это так, но не закон всему виной. Библия также говорит, что наша плоть слишком слаба, чтобы соблюдать этот закон. В книге Акова 2.10 говорится, что это невозможно. Мы никак не можем полностью соблюдать закон, потому что даже когда мы нарушаем что-то одно, мы нарушаем его полностью. И вот откуда дух смерти берет силу для атаки на наш организм, на наши органы, на нашу кожу, а также на всю нашу жизнь. Что же мы можем сделать, чтобы остановить его? Во-первых, мы должны строить более близкие отношения с Иисусом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Библия говорит, что Христос искупил наши грехи. Иисус забрал силу у того, у кого была сила смерти. Это дьявол. Мы не можем остановить это собственными силами. Мы должны положиться на Христа. Он единственный, кто победил смерть. Иисус совершил то, чего мы не сможем сделать никогда. Поэтому нам необходимы близкие отношения со Христом. Я говорю не о том, чтобы просто ходить в церковь по средам или воскресеньям и думать, что этого хватит. Я говорю о том, чтобы пребывать в Нем, плакать о Нем, ожидать Его, строить близкие отношения с Ним каждый день. Подумайте о том, что Бог сказал в Иоанна 15. «Я есть млоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Это значит, если мы будем пребывать в Господе, мы принесем много плодов в разных областях, включая плоды для молодости, для жизни. «Я хлеб жизни. Я пришел, чтобы дать полноту жизни». Это все Он сказал о себе. Если мы соединимся с виноградной лозой, мы будем давать плод жизни, мы будем продлевать молодость. А если мы не будем, то мы станем ветвью, которая отламывается, засыхает, и которая в конечном итоге погибает. Вот что с нами будет. Как ты победила всех этих врагов, которые пришли с духом смерти? Во-первых, я раскаялась, потому что, когда мы нарушаем закон Божий, мы должны чувствовать раскаяние. В 1 Иоанна 1,19 говорится, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Как только мы раскаиваемся в нарушении закона, дух смерти отступает. Он перестает приносить плоды в нашем организме, включая старение, болезни и всякие расстройства. Итак, вы раскаялись. Что дальше? Нам нужно не только покаяться, но и простить самих себя. Нужно исполнить обе этих составляющих, потому что, согласно Библии, если наши грехи возрастают, прощение должно превосходить все эти грехи. Вот что говорит Библия. Итак, ты утверждаешь, что только одно лишь покаяние нас не спасет? Вот почему я это говорю. Но прощение... Прощение как зонт. Это чудо. Мы как будто строим духовную защиту, духовный купол в качестве защиты от врагов. Но прощение не придет, пока вы не покаетесь. Да, нужно покаяться и простить. В Матфея 5,4 говорится, что мы получаем Божье прощение, когда скорбим о своих грехах. Итак, когда мы раскаиваемся в своих грехах, предаемся воле Божьей и получаем прощение, тогда Святой Дух как бы обволакивает нас. Враги уже не могут проникнуть к нам. Они больше не могут обличить нас в нарушении закона для того, чтобы Дух Смерти действовал в нас и обкрадывал нас. Дух Смерти просто уходит? А что происходит после этого в вашей жизни? Когда я просто стала служить Христу, Его власть и сила одержали победу над смертью. Каждый раз, когда что-то случается, я каюсь и получаю прощение. Моя защита становится все крепче и крепче. И после этого смерть шаг за шагом отступает. В моем теле, в моем служении, в моем браке, в каждой части моей жизни. И вскоре все восстанавливается. Я становилась моложе. Я стала чувствовать себя лучше. Это удивительно. Мой брак стал крепче. Лучше. Как это моложе? Моложе. Я имею в виду, что больше не делаю косметологические процедуры. Я жду этого сверхъестественного. И это происходит. Я пришла к косметологу и сказала, «Может быть, сделаем процедуру перед передачей?» Она посмотрела на меня и сказала, «Я не верю своим глазам». Я спросила, что? Она продолжила, «Ты выглядишь моложе, чем лет десять назад, когда мы впервые встретились». Я сказала, это Бог. Я был поражен стихами Писания, которые ты нашла для того, чтобы подтвердить свои слова. Приведи нам несколько из них. Иисус победил смерть. Милосердие побеждает смерть. В 33 главе Иова есть история. Мы с тобой говорили об этом. Ты сказал, что любишь эту книгу. Иов так болен. Он испытывал продолжительную боль. Библия рассказывает, почему это все случилось с Ним. Это действие Духа Смерти. Дух Смерти делал все это с Ним. А что же сделал Бог? Следующие стихи говорят нам об этом. Бог был милостив к Нему. Это сила прощения, которая есть у Него. Бог говорит, «Я даю Ему искупление». Искупление грехов. И это самопожертвование, это то, что сделал Христос. И благодаря этому Его плоть стала как детская. И Он вернулся в дни Своей юности. Это чудо. Кэти исследовала эти стихи, но есть в них что-то, чему я всегда удивлялся. Моисей и Халев. Они были очень старыми людьми, но их сила не уменьшалась. Даже их зрение не портилось. Они что, знали какой-то секрет? Поведай нам. Да, они знали. Даже дьявол сражался за тело Моисея. Зачем же ему это было нужно? Вероятно, чтобы узнать, как он остался так молод. Халев дал нам ответ. Вспомните, когда они пришли в землю обетованную, Халев пришел к Иисусу Навину и сказал, «Мне 85 лет, и я хочу свое наследие, которое Моисей обещал мне 45 лет назад. Он обещал мне Хеврон. Он сказал Иисусу Навину, «Мне 85 лет, но я настолько же сильный, как и 45 лет назад». В чем же был его секрет? Он старик в теле 45-летнего. Он был из колена Иудина. Он благодарил Бога. Когда мы благодарим Бога, восхваляем Его, то получаем славу Божью. А теперь очень быстро расскажи историю о женщине, с омертвевшей костью. Это выдающийся случай. Хорошо, я была в Орегоне на конференции со Стивом Шульцем. Там была женщина по имени Терри Вудс. Мне было дано откровение о духе смерти. И я сказала, кто сейчас видел знамение, выйдите вперед. Вы можете все это посмотреть на Ютубе. Любое наше знамение вы можете посмотреть на Ютубе. Итак, Терри вышла вперед, и у нее была омертвевшая кость. МРТ и рентген подтвердили, что верхняя часть ее руки омертвела. Это доставляло ей невероятную боль. Ей должны были сделать операцию, чтобы хоть как-то помочь. Она могла согнуть руку в локте, но не могла поднять ее над головой. Я сказала, кто исцелился на 100%, выходите. Она поднялась на сцену, посмотрела на меня и сказала, 100%. Она рассказала свою историю. Я спросила ее, тебе сейчас больно? Она сказала, что у нее нет боли. Я спросила, может ли она шевелить руками? Она подняла руки вверх в знаке победы. Она так делала? Нет, не могла. Она даже отменила операцию, которую должны были ей сделать. Мне кажется, это прекрасно. Когда мы вернемся, Катя расскажет, как прекратить действия Духа Смерти на ваше здоровье, разум, семью и финансы. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я освободился от кокаиновой зависимости. Я увидел одну из ваших передач, помолился и получил исцеление. До того, как спастись, я тратил миллионы долларов на кокаин. А теперь у меня есть служение. После этого случай моя жизнь развернулась на 180 градусов. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», естественно, поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Вас приветствуют Сидрот и Кэти Соуза. Это смешно, но Кэти буквально вытряхнула из одной женщины Духа Смерти. Да, я вытряхнула его с помощью силы Божьей. Ее звали Мэролин. Я проводила встречи и отвечала на вопросы зрителей. Она стояла за мной и дернула меня за футболку, чтобы привлечь мое внимание. Я развернулась и спросила, что я могу сделать. Она сказала, что она умирает. Я посмотрела на нее и поняла, что она права. Сид, она выглядела, как Иов. Кожа облепила ее кости. Она была серого цвета. У нее были редкие тоненькие волосы. Образно говоря, она будто стояла при дверях смерти. Она рассказала, как отравилась радоном и как доктора не могли поставить диагноз. Она сказала, «Я больна. Я не могу водить машину. Я не могу обслуживать сама себя. Я редко хочу есть. Я знаю, что я умираю». Сид, и тут мне открылось видение. Я увидела, как я держу ее и сильно трясу, говоря, «Дух смерти, выходи». Я не рекомендую вам повторять это. Для этого нужно иметь знания. Я сказала ей, что сейчас сделаю кое-что грубое по отношению к ней. Спросила, готова ли она. И она ответила, что готова, что пришла, чтобы исцелиться. Я схватила ее и грубо трясла, говоря, «Дух смерти, выходи!» И она упала. И я подумала, «О, Боже, я навредила ей!» А она начала рыдать. И я подумала, «Живи, живи, пусть наполнится жизнью каждый твой орган, каждая часть тела!» Наконец она перестала плакать, и я спросила, «Что случилось?» Она не смотрела на меня, она смотрела на свою дочь и спросила ее, «Ты это видела?» Та ей ответила, «Нет, что это?» Женщина продолжила, «Это большое черное облако, которое вышло из меня!» Ее дочь посмотрела на меня и сказала, что из нее вышел дух смерти. На следующий день ко мне подошла отлично выглядящая женщина с идеальной укладкой, макияжем и сказала мне, «Привет!» Я спросила, «Мэрилин?» Она была сама на себя не похожа. Сит, она сказала, «Я проснулась сегодня утром, сама собралась, привезла всех нас в церковь, я прошла стоянку быстрее всех в семье, я открывала дверь для каждого, кто пришел в церковь». Она все повторяла, «Я не могла делать этого раньше». Она сказала, «Всю службу я провела на ногах и танцевала». «Кэти, я была прямо напротив тебя, а ты даже не узнала меня». И я подумала, «О, Боже!» Она продолжила, и я съела весь свой обед. Она была полностью исцелена. Ты немного затронула тему поклонения. Это очень важная тема. Расскажи нам немного и об этом. Халеву было 85 лет, а у него было тело 45-летнего. Он был из колена Иудина. Он занимался прославлением, служением. И я думаю, он прославлял Бога всю свою жизнь. Это очень важно. Библия говорит, что поклонение Богу может изменить наши души. Библия говорит, что мы боремся не с плотью и с кровью, но с силами, с началами. Слово «борьба» здесь значит вибрация. То, как мы боремся с духом смерти и другими духами, это вибрация. Мы поклоняемся. Даже когда мы поем, можно положить руку на горло и почувствовать вибрацию. Как ты поклоняешься? Я делаю это разными способами, но больше всего я люблю просто открывать рот и петь. Дай нам несколько советов. Хорошо. Вам нужно найти свою любимую песню, которая затронет ваше сердце. Включите ее, и не важно как, но пойте, вибрируйте, пойте Богу, потому что так вы начнете бороться, вытряхивать эти силы, включая смерть. И после того, как вы сделаете это, вы почувствуете присутствие Бога. Вы сможете лечь и отдохнуть в этом служении. Вы можете начать прославлять Его громко или про себя, или просто лежать. остановитесь и познайте, что я Бог. Вы знаете эти строки Писания. Я также поклоняюсь Богу, читая Писание. Я поклоняюсь Богу, принимая причастие. Это тоже форма поклонения. Есть много способов почитания Бога. Когда мы это делаем, мы чувствуем Его присутствие. Библия говорит, что когда на нас спускается слава Божья, мы преобразуемся в Его образ. Это случилось с Иисусом. Когда Он поднимался на гору Фавор и облако славы осеяло Его. Его образ сразу же изменился. Так и мы, поклоняясь Богу, преобразуемся. Сид, наше тело преобразуется, наши органы. Все изменяется. Мы преображаемся в Его образ. Но все это начинается с того, что вы произносите молитву покаяния Богу Авраама, Исаака и Иакова. Произносите молитву покаяния покаяния Христу. Произнесите эту молитву громко со мною. Дорогой Бог, я грешник, я согрешил против Тебя. Я сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса омывает все плохое, что я сделал. Боже, Ты больше не помнишь об этом. Этого не существует. Так говорит Твое Слово. Я чист. И теперь, когда я чист, я приглашаю Тебя прийти ко мне. Не оставляй меня. Дай мне мир, который превыше человеческого разумения. Я делаю Тебя не только своим спасителем, но и Господом. Кэти, помолись об освобождении сейчас. Аминь. Прямо сейчас, в своих домах, скажите, Господи, если во мне есть грех, я раскаиваюсь в том, что нарушил закон. Смерть отступит от моего тела, моих финансов, моего брака, моих детей и от каждой части моей жизни. И я утверждаю это в славе. Вокруг меня растет защита. Где возрастают мои грехи, там надстраивается защита. Просто оставайтесь с нами и просто принимайте это. Спасибо Тебе, Господи. И я утверждаю, что слава опустилась на каждого, кто смотрит нас сейчас. И я приказываю Тебе, Дух Смерти, прямо сейчас выходи. Ты выйдешь из их тел, из их финансов, из их служения, из их браков, из их детей, из их домов. Ты выйдешь из каждого органа. Сейчас положите руки на тот орган, на ту часть тела, на лицо, кожу, туда, где Дух Смерти атакует вас. Сейчас. И повторяйте за мной. Выходи, смерть! Смерть! Выходи! Выходи, смерть, во имя Иисуса! И я впускаю Духа Жизни в вас. Дух Жизни придет и заставит вырасти новые клетки, новую кожу, освежит органы и вернет здоровье. Ваши банковские счета растут, ваш брак процветает. Смерть! Выходи! И жизнь! Заходи! Прямо сейчас, именем Иисуса Христа, я убираю смерть и впускаю жизнь туда, куда нужно вам. Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса! Во имя Христа! Во имя Иисуса Христа! Во имя Христа! Теперь наследуйте жизнь. Благодарю тебя, Господи. Бог говорит, это и есть конец. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Когда я смотрела вашу передачу по телевизору, ваш гость молился за исцеление чего-то плеча. Я могу подтвердить это исцеление. Мое правое плечо болело, я не могла спать на правом боку. После той молитвы у меня больше нет проблем. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу которые видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, это Джо Уден и это Бог, кто хочет, чтобы каждая его чада ходила в сверхъестественной силе Бога. Присоединяйтесь ко мне в следующей передаче «Это сверхъестественно» с Идом Ротом. Я научу вас ходить в сверхъестественной силе, как это делал Иисус. Молитвы это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.